Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Время Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком» 25 том. Тема «Семья». Вопрос 3714. Один из самых широкоформатных вопросов, которые задают обычно священникам, это вопрос о венчании. Столько же разных ответов на один и тот же вопрос. И столько книжек на эту тему, что не знаешь, кому верить. Конкретно, можно ли выходить замуж верующей за неверующего и жениться верующему на неверующей? Ответ Игнатия Лапкина. Это еще не самый заковыристый вопрос. Есть куда сложнее, когда при нескольких живых и венчанных супругах, с разрешения, конечно же, архиерея, снова и снова венчают и потом без чего-либо благословения разводятся. К примеру, брошюрка выпущена «Уж замуж Е. Богушева. Выходить ли за неверующего?» Беседы со священником по благословению епископа Тираспольского и Дубоссарского Юстиниана. Фавор. Москва. 2002 год. 64 страница. 15 тысяч экземпляров. Непонятно, кто духовник у женщины, уже готовой выйти за неверующего, по благословению этого инкогнито в рясе. Вот только несколько выдержек из этого благословенного епископом труда, основанного на большом и укоренившемся опыте. Притом я совершенно уверен, что если сюжет не придуман, как кинофильм «Остров», то продолжение свадьбы нам уже не увидеть, хотя вполне прорисовывается контур сегодня. Смею думать, что дождалась и я, умного, доброго, чуткого и любящего, с которым, что называется, как за каменной стеной. Мы любим друг друга и вполне счастливы, слава Богу, и собираемся пожениться. Одно только сомнение гложет меня, и сомнение это дорогого стоит. Мой единственный и ненаглядный, в отличие от меня, человек неверующий. Однако Господь по великой своей милости, невзирая на мои прегрешения, даровал мне доброго пастыря, мудрого духовного отца, который всегда был готов с радостью выслушать меня и поддержать словом и делом. Вопрос. Но не будет ли считаться мой брак блудным сожительством, если я решусь выйти замуж за неверующего, зарегистрировав наш брак в государственных органах, но при этом нас не обвенчает в церкви? Ответ. Нет, нисколько. Церковь с уважением относится к такому браку, в котором лишь один из супругов принадлежит к православной вере, ибо сказал святой апостол Павел, 1 Коринфянам, 7 глава, 14-16. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему-то стих 15, который уже предупреждает о разводе, был выпущен батюшкой. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. И далее неизвестный батюшка Амвросии, в кавычках, строит доказательства на этом посыле. Пространно рассуждает поп о разных ситуациях, видно, что приходилось ему в этом русле плыть не одну версту. А вот посмотреть в труды Златоуста или Блаженного Феофилакта, похоже, так и не удостоился сей чести. А там вот что написано. «Ты призван, имея жену из неверных, оставь ее при себе, и за неверие не изгоняй ее». То есть обе половины были некогда в неверии, вне Церкви Христовой. А потом и один из супругов обратился к Богу, уверовал во Христа. А чтобы выходить за неверующего, о том и мысли не было в первохристианской церкви. Ибо верующая душа — овца, а неверующая — волчья суть. Матфей, 10 глава, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Вторая Коринфянам, 6, 15. «Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» И женщина или девица задает вопрос, который показывает в ней наличие страха Божия. Но делец от религии, облаченной в рясу, со свечкой в руке, туманит мозги ей и толкает в блуд и в смерть. Он даже эту главу послания Коринфянам не дочитал до конца. Не поп, а лютый волк. 1 Коринфянам, 7 глава, 39 стих. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе». Деяние, 20 глава, 29-30 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И так отвечает ей поп, только потому, что боится потерять кошелек этой духовной овечки, обольщенной им. И во всей беседе ни слова не сказал о рождении свыше, о необходимости ей самой вникать в Слово Божие. Он оракул, он глашатый и вождь в очках, который увлекает за собою, толкуя Писание превратно. А этому его учили в семинарии не один год. Он потворствует всем грехам своих прихожан. И задающая вопросы уже влипла в это содружество с неверующим, и потому пишет. «Да, я понимаю теперь, что меня могут ожидать многие трудности, если я решусь на брак с моим неверующим возлюбленным. Но теперь я знаю, что Церковь не только не воспримет наш брак как блудное сожительство, но и будет молиться о том, чтобы мой неверующий муж был вразумлен Господом и пришел к вере во Христа. То, что я верующая и воцерковленная православная христианка, стало для моего избранника полной неожиданностью. Надеюсь, что Господь поможет мне обратить моего мужа». Вывод. Доколе не встретилась со священником, у нее был шанс расслышать голос Божий. Но после встречи с батюшкой она полностью оглохла к голосу Божию. Поп заменил ей Писание и голос Духа Божия. Не убоялся патриарший волк ни соборов, ни Слова Божия, да и не один такой волк в поповском обличье. Шестой Вселенский Собор. Правило 72. Недостойно мужу православному с женой еретическую браком совокупляться, ни православной жене с мужем еретиком сочетоваться. Если же усмотрено будет нечто таковое, соделанное кем-либо, брак почитать не твердым, и незаконное сожитие расторгать, ибо не подобает смешивать несмешаемое, ни совокуплять с овцою волка и с частью Христовую жребий грешников. Если же кто постановленное нами приступит, да будет отлучен. Но если некоторые, будучи еще в неверии и не быв причтены к стаду православных, сочетались между собой законным браком, потом один из них, избрав благое, прибегнул ко свету истины, а другой остался в вузах заблуждения, не желая воззреть на божественные лучи, если при том неверной жене угодно сожительствовать с мужем верным или, напротив, мужу неверному с женой верной, то да не разлучаются по божественному апостолу. Светится муж неверен от жены, и светится жена неверная от мужа. Вот здесь, смотри, допустил три ошибки и дважды поворачивался, повторял читанное. Это не мои слова. Ты вникни и начни читать книги, у тебя получится, ты стараешься, но сегодня ты невежда. Ладикийский собор, десятое правило. Не должно церковным людям без разбора своих детей совокуплять с еретиками брачным союзом. Ладикийский собор, тридцать первое правило. Не подобает со всяким еретиком заключать брачный союз или отдавать таковым сынов или черей, но допустимо брать от них, если обещается христианами быть. Иеремия двадцать три одиннадцать. «Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их», говорит Господь. Асия шесть девять. «Как разбойники подсерегают человека, так сборища священников убивают и совершают мерзости». Стихотворение. «Живущим там, вещать Христов закон явился Павел в Иерусалиме, и многими в соблазне обвинен, из храма был позорно изгнан ими. Толпа врагов бессмысленно слепа, отступнику потребовала кары, и за собой влекла его толпа, глумясь над ним и нанося удары. Он был на казнь позорную ведом, боец Христов, о грешниках печальник, когда пришел, услышавший о том, от сотников своих военачальник. С дружиной он появился вдруг, вооружен среди толпы мятежной, и Павла спас из разъяренных рук зачинщиков от смерти неизбежной, и, выслушав, он Павла не связал. И говорить он дал ему свободу, но тщетно тот о Господе вещал погрязшему в неверии народу. Народ шумел, глумяся и крича, он не внимал божественному слову и требовал секиры палача и лютых мук апостолу Христову. О. Михайлова. Виталий, вот слово «о» у женщин только Ольга, больше другого нет. О, Пушкина читаешь, назвал, Лермонтова, М.Ю. Ну, можно узнать, что Михаил Юрьевич. Ты считаешь, прямо известный, известный поэт, и ни одного не можешь назвать-то. Ну, тебе же это все. Ну, я невежда, Игнать Тихонович, я не спорю с вами в этом плане. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.